Диалог интеграции. В Москве состоялся международный экономический форум государства участников СНГ. Обсудили прежде всего вопросы о развитии общего экономического пространства и интеграционного взаимодействия стран СНГ, ЕАЭС, ШОС и БРИКС. Сложившаяся ситуация в мире, убежденные эксперты форума, должна еще сильнее побуждать к единению усилий и совместному решению возникающих проблем. А за счет каких решений узнала наш собственный корреспондент Алиса Алексеева. В Московском центре международной торговли десятки делегатов из России и других стран СНГ, ШОС, БРИКС и ЕАЭС, крупнейшие в мире региональные организации объединяют почти половину населения планеты. И задачи тоже масштабные. В первую очередь усилить интеграционное взаимодействие объединений СНГ, в этот раз принимающая сторона. На пространстве Содружества сегодня одновременно работают различные интеграционные форматы. И, пожалуй, главное условие здесь не конкурировать, а дополнять друг друга. Глобализация мировой экономики, в реальности которой совсем недавно все были убеждены, сегодня уже не действует, отмечают на форуме. Сейчас на смену ей приходят крупные региональные торговые объединения. И хотя мировые рынки никуда не делись, конкуренция стала жестче. Даже несмотря на то, что Запад и Европа вводят потолки цен, нарушают основополагающие принципы международной торговли, нормы ВТО, сотрудничать в этих условиях есть с кем. Тем более, что в странах СНГ уже давно наблюдается устойчивый экономический рост, в первую очередь за счет товарооборота. Товарооборот между странами СНГ начал расти. В Киргизии товарооборот вырос на 30%. В Узбекистане товарооборот растет, везде растет. Почему? Перераспределяются логистические потоки. Происходят совсем другие финансовые потоки, меняются. И в этом плане тут СНГ даже выигрывает в какой-то части. Поэтому я считаю, что СНГ это большое будущее. Как пример эффективного взаимодействия в рамках регионального объединения, шанхайская организация сотрудничества и ее генсек Джан Мин на форуме лично. С момента своего основания ШОС придерживается принципов кооперации для укрепления результатов, поддерживает безопасность в своем регионе. Отсюда и эффект. На страны организации приходится практически половина населения планеты и четверть мирового ВВП, растущего темпом 12% в год. Поэтому мы будем продолжать идти по этому пути и уступаем за сотрудничество против сопротивления, за солидарность против раскола, за развитие против развязки. Мы хотим видеть в мире многополярность, отказ от господства и гегемонизма. Председательство в СНГ в 2023-м у Кыргызстана, заместитель председателя Кабмина республики Адалбек Касымалиев ставит задачу. В наших общих интересах найти новые точки роста экономики, которые помогут внести весомый вклад в повышение конкурентоспособности наших стран, обеспечение инклюзивного и устойчивого развития, рост благосостояния населения и улучшение качества жизни на просторах интеграционных объединений. Направлений для интеграции сегодня тоже немало. Это и транспорт с логистикой, промышленностью сельское хозяйство, развитие технологий и не только. Очень перспективно представляется сотрудничество в энергетике. Энергетические системы бывшего Советского Союза, которые сохранены, кстати, на пространстве СНГ, они сейчас рассматриваются как участники более широких проектов энергетических, выходящих на Афганистан, на Пакистан, на Иран. Задача форума в первую очередь разработать и принять совместные взвешенные решения, которые станут опорой для реализации новых проектов. И таких было сразу несколько. Например, участники подтвердили, что планируют проводить такие же встречи на пространстве других объединений. Алиса Алексеева, Алексей Сыченко, Елена Нечаева, CGTN, Москва. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова